Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Гейм, и сегодня мы играем в криминалочку на сервере Мазин Кролеплей, первый сервер, мы не Кирилл Путбуль, и сегодня, как вы поняли по превью, по названию видео, Будни Дальнобойщика. Да, это Будни Дальнобойщика, вы просили меня, на стриме просили, в комментариях писали, и вот я решил заснять Будни Дальнобойщика, обязательно поставьте лайк, давайте подразильно берем полтинничек, 50 лайкосов, и подписывайтесь, в принципе, на канал не подписан, ну а я поехал брать свой грузовик. Итак, я уже в Арзамасе, уже чуть осталось до базы Дальнобойщиков, я почти доехал, и какой-то придурок, сука, ёбаный, поголовейте, ты чё, сука? Еблан, ты, сука, ты, сука. Иди сюда, нахуй, ты, пидрила. Я бы ему, сука, показал, у меня металла нет, вот пидорас, сам, сука, навстречку вылетел, ещё сейчас пиздит, нахуй. Гандошка, ёбаная. Извиняюсь за мальчики, но реально, вы сами видели то, что он вылетел навстречку. Нехуй, сука, носиться, как еблан. Ебланище, сука. Реально, бейся таких дебилов, сам виноватый, ещё меня сделал виноватым. Ебать, сука, было бы оружие, нахуй, его бы пыку, сука, разъебал бы по всей его машине, блядь. Гандон. Извиняюсь за мальчики, реально, у меня подгорело. Ты что, блядь, я ехал себе спокойно, вы сами видели, я километров, ну, 50 ехал максимум. Ну, 80 может, а он, блядь, дрифтует. О. Паркуемся возле Бэхи. Рок. Ебать тут Бэх, ёбаный, врод. Вот это сходка, блядь. Нереально, это круто. Все тачки, причём, на блатном номерах. Это реально круто. Давайте только, даже такой скриншот большой сделаем. Надо, чтобы номера было видно. Вообще чётенько, а. Я фары, правда, забыл. Ага, я ещё и забыл заглушить. Надо фары выключить, чтобы не портить общую картину. Да, видно, дальнобойщики, видно, свои пацаны на Бэх охраняют. Всё, заглушил. Заебца. Так, давайте возьмём розовик. Конечно, нам лазончик пока доступен. Я уже хочу, так как озеро, на самом деле, прокачаться. Хреново, что Икзва не добавили. Хотя, возможно, когда я снимаю эту серию, уже Икзва в данный момент есть. Ну, я имею в виду, наоборот, то, что уже есть Икзва, а когда я снимаю, его нет. Как бы. У меня заменённая модель, и кто не знает, то я сделал всю сборку, уже слил её, как бы. И вот этот красавец сюда тоже входит. Ссылочку я оставлю в описании, если что. Кстати, давайте посмотрим G-Skill. Сколько мне ещё надо рейсов сделать, чтобы я мог брать Газель? Три рейса. Ну, в принципе, не так уж и много, у меня будет третий уровень уже. Ну, как бы вы сами знаете, что я особо как бы не работаю, у меня есть деньги. Конечно, в последнее время с ними туго. Я вот надеялся на Икзва, то, что Икзва сделает, и я бы работал на дальнобойках, получал бы 1012-15 за рейс. Я не помню, сколько я получаю просто, я помню, 7000 или 8 за рейс. Ну, думаю, суть вы, в принципе, поняли. Давно я, кстати, не работал дальнобойщиком. Как бы, не знаю, напишите вам, скучно смотреть, будет дальнобойщика, либо мне их снимать вообще. Я ХЗ. Как бы, и у меня сейчас есть шанс вернуться в ДПС, восстановиться, но не на 6 ранг, каким я был, а минус 1 ранг на 5 ранг. Я вот не знаю, что делать, либо быть обычным гражданином, либо вернуться обратно в ДПС. Напишите в комментариях, в принципе, что вы по этому поводу думаете. Поехали вояки с прибитым колесом. Ну, вот, воякам с Арзамаса, ну, то есть, ВВС, или как она там называется, честно, не помню. Ну, короче, какая с Арзамасом, ну, трудно, конечно, за Батронов, потому что у них такой длинный путь. И всем лишь бы их расстрелять, как бы, на самом-то деле. Ну, а Батыревским воякам полегче, как бы. И металл к ним поближе. Поэтому, блин, сильно далеко, я думаю, расположили базу Арзамаса, потому что у них не металл, а сделали бы там отдельную хрень, где металл можно брать. Серьезно. А так, Ямаш, туда ехать, это жесть, серьезно, это реально жесть. Не завидую я этим воякам, поэтому жалко их немного. Блядь, только не надо вот переворачиваться. Вот помните, последнюю серию я там перевернулся возле 8 бит. Надеюсь, в этой серии, я уже, наверное, 5 серий снял, где я перевернулся, и я ни разу не смог доехать толком. Я не понимаю, либо это из этой модели, что маловероятно, потому что она до этого тоже переворачивалась, либо хрен его знает на самом-то деле. Видите, он переворачивается, вот немного подпрыгнул, и всё. Это пиздец, реально. Это просто пиздец. Блин, а на самом деле моделька очень мне даже нравится, на самом деле. Вот моделька просто охрененная. Ну согласитесь, реально, моделька очень хорошая. Прям кайфовая. Просто кайфовая. Даже скриншотик такой сделаю. Мне моделька очень нравится. Прям, блин, лучше, чем газон. Конечно, да, лучше, чем наш турбогазончик обычный. Мне как-то больше нравится эта машинка. Блин, вообще по кайфу. Конечно, когда вы смотрите на другого, видите, чуть-чуть подлагивает. Вон чувак поехал, там, дёргался. Чуть-чуть есть такое, но... Как бы, ну, всё равно. Не сильно влияет на это. Как бы ждать не будем. Не знаю, куда она выпадет, правда, рейс. Вот в чём вопрос. Ну, думаю, как обычно, сначала в Арзамас. Как всегда, по сути. Сейчас гляну даже. Неужели дальше? Либо ещё не появилось. Хотя, наверное, ещё не появилось. Хотя хрен знает, на самом деле. А вот, появилось. Давайте посмотрим, куда же нам ехать. Куда нам держать путь наш. Ну, я же говорил, в принципе, да. На лесорубы. Нам нужно ехать на лесорубы. Как обычно. Так, вот этот злой поворот, на котором я перевернулся. В последней серии будем дальнобойщика. Но таких ошибок я уже делать не буду. Ладно, не буду спешить. Буду потихонечку, плавненько ехать. Никого не трогать. Аккуратненько, чтобы не перевернуться. Потому что мы должны доехать сегодня. Мы обязаны просто. Потому что сколько можно, блядь. Сколько я уже перерачивался в последних сериях. Хватит этого. Мы должны перечеркнуть эту чёрную полосу. Блядь, дальнобойщика, так сказать. Потому что реально что-то мне не везёт. Блядь, реально кайфует этой модели. Блин. Чё она такая охуенная? Просто кайф. Просто кайф. Кстати, просто... Видите, какая-то бэха на стиле. Вот реально смотрится. Вот, блядь. Не сказал бы колхоз. Цвет просто охуенный. Реально цвет. Просто охуенный для этой тачки. И диски подобранные тоже классные. Просто спортивные диски. Реально. Вот чётенько сделал пацанчик. Если чувак, от которого эта тачка меня смотрит, то, чувак, ты красава. Охуенная бэха. Круто сделал. Мне это, честно, нравится. Я бы сам так сделал, но кого-то поятить я не буду. Мне и моя бэха нравится, как она выглядит, в принципе. Я не жалуюсь, как бы. Блин, конечно, жалко, что нету X2, ни подарков. Очень даже печально. Печально. Я снимаю эту серию, если что, 1 сентября. Сейчас у нас сколько время? Почти 9 часов и подарков нету. 9 часов вечера, я имею ввиду. И подарков... Ни X2, ни подарков нету. Сделали только X2 донат. Но нам он нахуй не нужен. Согласны? Думаю, согласны. Сейчас быренько доедем. Вообще будет чётенько. Чётенько. Как бы я донатил, конечно же, на Амазинг, но донатил только на платномера и на випку. А на игровую валюту, нет. Никогда не донатил на игровую валюту. Никогда. И донатить не буду. На игровую валюту это бред. Номера, смотрите. Випка это понятно. И випку я покупал, чтобы иметь третью машину, чтобы админ смотреть, чтобы патроны воровать, и чтобы варны слетали быстро. Вот все преимущества випки. А что там? Блатномера. Блатномера, смотрите. Купили вы там... Давайте вам пример приведу. Купили вы там ланцер. Десятый, допустим, да? За лям... Сколько там? Лям 300, я не помню. Лям 500. Короче, неважно. Купили вы его там... На последние бабки его купили, короче, вы. Смотрите, да? Задонили. 500 рублей. Хотя, блядь, от смысла до них 500 рублей, если можно вывезти их в бабки. Ну, это уже сильно, да. Ланцеры, тем более, вы с 2 ляма не продадите даже на блатах, я думаю. Ну, хотя, если вы продаете там какую-то М5 или гелик, то, возможно, вам это окупится. Если вы купили гелик за 5 лямов автосалоне, поставили блатномера за 500 рублей, если перевезти, это будет 500 тысяч, если призвать лям. И, допустим, гелик продаете за 7 миллионов, что маловероятно. Ну, короче, не знаю, это всё сложно, как бы, не буду в это вникать, но, думаю, суть вы поняли. Блин, я сейчас максимально аккуратненько еду, чтобы просто не перевернулся, реально. Потому что... Ээээ... Я помню, в последней серии я перевернулся возле 8 бит. Предпоследней перевернулся возле... В... Ведова. Прямо почти возле чекпоинта. Ну, короче, блин, просто чёрная полоса, реально. Мне осталось буквально чуть-чуть. Я так боюсь перевернуться, серьёзно. Я надеюсь, наконец-то мы сегодня спокойно доедем. Этот рейс... Я получу бабусики, и всё будет охрененно. Я реально на это надеюсь. Блин, я чуть-чуть не перевернулся, только что реально на этом повороте резко повернул и чуть не перевернулся. Блин, это реально стрёмно. Я не хочу переворачиваться. Дайте хотя бы до чекпоинта доехать. Я что-то зря ехал. Реально, я просто боюсь повернуться. Так. Чё тут такое? Пожалуйста. А, можно не ждать, по идее. Я так думаю. Ну ладно, не будем ждать и поедем в Южный. Сделаем, наверное, ещё один кружочек, а ещё один рейс. Думаю, лишним он не будет. Так. Как бы я затупил. Я не посмотрел, сколько мне денег дали. Давайте посмотрим. Смотрите, продают... Геликс, номер нон, три девятки. А у меня есть Роуз-Ройс номерами ННН, три девятки. Просто смотрите это. Это жесть, на самом деле. Только они ему по-любому выпали, а я задонил. Ну, как бы такое, да? А где я же должен был получить деньги? Сколько я получил? Можно узнать, пожалуйста. Блин, я реально не вижу, сколько я получил. Ммм, блин. Что-то, конечно... Так. Происходит разгрузка товаров. Ага, ага, смотрим, смотрим. Четыре девятьсот. Чё, блядь? Серьёзно, четыре девятьсот? А не маловато ли, блядь, четыре девятьсот? По-моему, раньше больше было. Серьёзно, по-моему, раньше больше было. Четыре девятьсот. Ну, это вообще копейки, блин. Лоу. Просто лоу. Не-не, блин, чуваки, без X2 вообще нету смысла здесь работать. Серьёзно, вот реально без X2 вообще не варик. Ну, блин. Новички, это... Вот, чтобы, конечно, третий уровень, вам нужно проехать 90 рейсов. 90 рейсов, представляете? Серьёзно, 90 рейсов вы заработаете тысяч... Так... Наверное, девятьсот. Думаю, да, тысяч девятьсот. Хотя, может и нет. Ну, чтобы, я думаю, вот так... За день вы... Где-то тридцать рейсов, возможно, сделаете за часов пять. Шесть. Но, блин, хз. Стоит ли это этого? Если можно, там, не знаю, на той же фермы, за такое же время заработать в два раза больше. Наверное. За 15 минут на ферме можно заработать тысяч, наверное, 10, это точно. За 15 минут тысяч десять, это точно можно заработать. Ну, тысяч десять, да. Десять, пятнадцать тысяч можно, я думаю, заработать за 15 минут. А вот на дальнобойщиках... Ну, конечно, да, здесь скилл вы повышаете и так далее, бла-бла-бла. Но сколько уйдёт времени, чтобы вы за рейс получали 50 тысяч? 50 тысяч это надо вам, наверное, сотый уровень дальнобойщика. Наверное. И то, наверное, 150 уровень, чтобы получать 50 тысяч за рейс. Ну, конечно, это жёстко. На самом деле это жёстко. Как по мне. Да хуя сильно. Вот где я зарабатывал, когда, знаете, ещё были сали-дальнобойщики, я там, ну, особо не работал тогда. Я зарабатывал, знаете, где? На водолазах. На водолазах я рубил вот реально хорошие бабки. Потом, когда перенесли водолазы, сделали новые, там вообще не варик уже заработать, они хуёвые, галимые и, ну, думаю, вы поняли. Сейчас варик зарабатывать это где? Это на грузчиках в Горелии, либо на ферме, как по мне. А вот с нуля качаться рыжиком на дальнобог, это на самом деле будет очень для них сложно. Поэтому я даже не знаю, что им посоветовать. Серьёзно, это будет для них очень сложно. Вот при Х2 на грузчиках в Горелии такие бабосы можно рубить. Такие бабки просто за 5 минут 10, так вот, пюньк, нехуй делать просто, я вам отвечаю. Я просто при Х2 работал, вообще бабки можно такие рубить в Горелии, когда Х2, но, к сожалению, его Х2 не сделали, как вы, в принципе, поняли. Печаль, печаль, беда. Бля, заебали, взяли машину, расстреляли мусора, извините, я не думал, что это ты. Надо, блядь, какая разница, кто это. Я просто еду, у меня в жопу, как начали хуярить. Просто жесть. Реально, я в шоке от них. Пиздец, мы не знаем, что это ты. Ну, блядь, какая нахуй разница, кто это едет. Не надо, блядь. Просто на крысу едете сзади, начинаете стрелять и всё. Без какой-либо отыгровки и так далее, без предупреждения. Нахуя так делать, я не понимаю просто. Зачем просто, реально, блин. Если бы мне сейчас сломали машину, блядь, я бы им, сука, такой пизды бы дал, отвечаю просто. Потому что реально бесит такие дебилы. Ну, без обид, чуваки, если вы смотрите, ну нахера. Надо предупреждать человека, да, у меня 6 звёзд, не спорю. А нахуя стрелять без отыгровки, без предупреждения. Некрасиво так. Реально некрасиво. Так, дайте проеду, блин, разъездились тут. Трис-тракеры. Чуть-чуть осталось. Если меня сейчас дадут, блин, он поезду, я охренею. Кирилл, я устремил твой модпак, но у меня не появляются такие дороги. Блядь. Стоп. Напиши мне. Блядь. Блин, я ещё дупану, мне не надо было не туда ехать, а подальше. Просто прыг, что мне постоянно туда выпадают. Нам на завод ехать, в принципе, не так уж и далеко. Но я боюсь то, что мне дадут номер поезду за пробитое колесо. Поэтому, чем быстрее мы доедем, тем целей мой персонаж будет. И не будет сидеть до Моргани за некоторых неадекватов, какие просто не отыгрались. Блядь, ну как так может быть? Нет. Да ну нахуй! Такое не может быть. Ну как, ну блядь, ну ёбаный свет. Я так и знал, что этим всё закончится. Вот нахера я сюда поехал? Вот надо было ехать через нормальную дорогу, через обычную. Вот нахрена я сюда поехал? Вот нахрена. Блядь, ну почему постоянно со мной такая хуйня происходит? Вот почему, сука, постоянно, блядь. Сука. Пса ебала. Кобыла, сука, перевернись ты, блядь. Кусок дерьмища, сука. Я сказал, перевернись, блядь. Быстро. Быстро, блядь. Курва. Переворачивайся, мать твою, блядь. Сука, только ты не... Блядь, я сейчас не успею. Я бы мог, наверное, перевернуть сейчас тут. Но я не успею больше всего, сука. Ага, хуй там я её переверну. Кусок дерьма, сука, ванильного, блядь. Блядь, ну почему, блин, ну... Ай, блядь. Надо, как сейчас я, короче, догасили, потому что на этой херне долго я не проезжу. На этом будем заканчивать. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал, кто не подписан. Подписывайтесь на группу ВКонтакте. Все ссылочки есть в описании. Обязательно заходите на сервисы и ждите новых серий. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok